Искра, буря, безумие. Смотрите, у птичек растут новые перышки. И это хорошо. У нас, если помните, здесь было четыре ястреба. Но один ястреб от нас уехал на ПМЖ. Это ястреб по имени Мразь. Имя давала не я, если что. У нас остались Мара, Омега и самец по имени Спасибо, что живой. Я надеюсь, мне никто не упадет сейчас на голову. Что ястреб, который падает на голову, это неприятно. Цвить, цвить. Но они сейчас стали сильно спокойнее. Весной здесь вообще происходило, черт знает что. Заходишь в вольер и все летает, бесится, кричит, орет. И пытается выйти. Сейчас они нервничают из-за того, что я здесь. Но, по крайней мере, не бьются. Ну, пришла человечина, ну и пришла. Она часто приходит. Как минимум раз в день. Воу, воу, воу. Что это такое? Что это такое? Это же... Это же голодный ворон. Да. А что ты здесь тусуешься? Что ты не хочешь со мной тусоваться? Я-то здесь не живу. Угу. Да. Я живу около бытовки. Там меня можно поймать в любое время и попросить пожрать. Привет. Да, и почесать тоже можно попросить. А-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мур. Да. Мур. Что тебе еще дать? Ну, я хотела дать другому ворону. Другому. Ты что жадный? Где другой ворон? Мур. Жадина-говядина. Мур. Ладно, ешь, я пойду пока... Нет, давай, у тебя свое есть, ты давай. Сам-сам. А мне нужно еще другим закинуть покушать. Такая большая площадь будет. Офигеть. Начало положено. У нас сейчас продолжается сбор на строительство, потому что финальная смета у нас получилась больше, чем мы рассчитывали. Потому что еще инженерка, коммуникации, вот это вот все. Поэтому, если вы можете нас поддержать, ссылка в описании к видео, потому что это уже третья наша зима на этом месте. Вот. И очень важно, чтобы было полноценное теплое здание, где смогут находиться волонтеры, где смогут жить птицы, которые лечатся у нас, которые не могут, например, зимовать как раз-таки в холодных уличных вольерах. Потому что зима уже близко, остался август. В общем, будем надеяться, что мы с этим всем справимся. Мы сейчас ищем разные варианты финансирования, пытаемся подаваться на гранты, пытаемся найти каких-то, может быть, бизнес-партнеров. Но понятно, что все это сейчас непросто, с учетом сложившейся ситуации. В общем, как обычно, основным пунктом финансовой стабильности фонда остаются частные пожертвования. Поэтому спасибо всем, кто нас поддерживает. Это реально очень важно. Я пришла снова показывать вам веточки. Это не сова, это веточка. И там тоже много веточек. Большая часть веточек пойдет на выпуск. Такие хорошие. Я туда не пойду к ним, потому что тоже птицы все меня боятся. Меня не боится только вот эта веточка. Ну, то есть она меня умеренно боится. Умеренно боится. Лицо совы крупным планом. Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп. Это не ухи. Это не ухи. Это просто перышки. А ухи у совы по бокам лица находятся. Я думаю, что все, кто смотрит Нику и смотрит всякие птичьи каналы, все и так все это знают. Прости, ты здесь одна такая глупенькая. Больше ни на кого посмотреть нельзя. Кстати, еще о важном. Наш фонд сейчас подключен к программе кэшбэк во благо от Тинькофф Банка. В общем, если у вас есть карточка Тинькофф, вы можете в приложении оформить пожертвования, чтобы кэшбэк шел в пользу вороньего гнезда. То есть вы выбираете там, куда вам поступает кэшбэк. И даже небольшие суммы какие-то, они очень сильно помогают на самом деле. Вот такие вот дела. А он с колечком? Без. Без колечка? Я тоже его танцевал. Да, главное ласточек не выпустить. Вечер. Самое время. Слушай, чё-чё? Чё-чё происходит? Так, сброс лишнего балласта. По-моему, он не хочет. Всё, полетел. Я не хочу лететь, но в ручки я тоже не хочу. И чё, он теперь будет сидеть на крыше? Да. Это за большое дерево. Я так понимаю, он надеется замаскироваться на жилетке, да? Типа тебя не видно? Потрясающе. Я просто чья-то какашечка. Казадои отличаются от стрижей. Стриж, он всегда в полёте, а казадои он периодически просто кусок коры. Ты дурочкой. ls Ну да, где — Типа! Ingел! Кстати, с утра моментом. ometра, Гош! Окей. Продолжение следует...